То, что Турция, Азербайджан, Россия эту войну планировали с 15-16 года, это факт. Это мы знаем не по разговорам, мы знаем это со стола. Есть такое понятие. Мы знаем со стола, что эта война планировалась. Потому что Россия планировала... Войну в Украине. И она просчитала абсолютно... Это украинцы. Не просчитали все это в 18-м году. И в 20-м году приветствовали победу Азербайджана. А каждый раз, когда Азербайджан начинал боевые действия, Украина говорила, ура, сейчас откроется второй фронт. Это надо было иметь настолько... Я поражаюсь. Например, Арестович, Гордон. Это не глупые ребята. Толковые. Есть вещи, которые я со многими не согласен с ними. Много эмоций. Но... Какой второй фронт, когда это все шло под управлением Кремля? Помните, они напали на Сев-Лич. И Арестович, и Гордон, и все остальные. Ура, сейчас второй фронт. Вот сейчас будет. Послушайте, это все было под управлением Кремля. Какой второй фронт? Не было никакого второго фронта. Это все было согласовано. И вы не понимали, что война идет за Сюник? Откроем мы Сюник. Вот я хочу, чтобы Зеленский услышал, Арестович услышал. И когда вы будете разговаривать с Байденом и с другими и так далее, объясняйте американцам. Как только мы откроем Сюник, Украина должна понимать, их ситуация на фронте ухудшится в десятки раз резко. Почему? Долго рассказывать не буду. Пусть откроют карту, посмотрят, какие взаимоотношения Турции, России, Азербайджан, как стратегия выстраивается. Логистика, все в целом. Пусть Украина сама это считает. Но когда Украина пошла по этому пути поздравлением, вы поздравляли свою будущую войну в 2020 году, когда вы поздравляли Азербайджан. Зеленский пафосный выступ, потому что не просчитал. Я делал, например, все, чтобы мы отношения с Украиной наладили. До войны еще, когда я еще не был в Генштабе, я помогал премьер-министру Армении, выехал в Киев, встречался с главой администрации президента Украины. Мы наметили много чего. Тогда был Вадим Пристайко, это будущий был. Потом, где-то через месяц после нашего отъезда, он был назначен министром моего страны. Очень грамотный парень. И они были очень удивлены, что вот такой приезд там, и мы делаем все, чтобы Украина-Армения началась. Это движение. Но я скажу, что мы обо многих вещах договорились и передали послание от премьер-министра Зеленскому сказать, что Пашинян не хотел нормальных отношений с Украиной. Это неправда. Хотел. Но я хочу сказать, кто провалил эту программу? Из команды Никол Пашинян. Конкретно, просто искусственно провалил. Это был его советник Ашак Карапетян. Просто провалил. Мы были вместе. Я организовал. Ни посла не принимали там, в Украине, Армении. Ни советника не реагировали. На то время ни пресс-секретаря, премьер-министра. Я организовал, потому что на меня отреагировали. Потому что были возможности, контакты. Мы встретились. Много чего обговорили. Потому что мы 25 лет не работали ради России. Мы не работали, не дружили с Украиной. Но мы там не были. Туда пришел Азербайджан. Святое место пусто не бывает в политике. Всегда тебя кто-то заменит. Потом мы говорим, почему Азербайджан там сильный. Да, Азербайджан купил почти все средства массовой информации Украины. Почти все. И турки тоже. Там почти все крупные журналисты, управляемые Сокаром. Все за бабки. Извиняюсь за слойку, но это не за деньги, а за бабки конкретные. Команда Пашиняна, но не Пашинян сам. Его советник сделал все, чтобы эта программа провалилась просто. Потом я разговаривал с Вадимом и с людьми, которые из его команды тоже. Я сказал, ребята, а как так работать с вами? Мы договорились с одной, вы ничего дальше не делаете. Хотя проблем была не во мне. И был в администрации президент, очень тепло приняли. Зеленский был в курсе. Вот когда все там говорят, война была планировалась давно. Теперь, мои дорогие армяне, украинцы, россияне, вы думаете, что? Путин, фактически, военно-политическое руководство России фактически предало Армению, как союзника, по трем параметрам. Как на двусторонней основе договора 1997 года, так и на основе, как союзник по ОДКБ. Как и союзник по ЕАЭСу. То есть мы во всех форматах с русскими были вместе. В 15-м году даже наши войска были, подразделение было в Сирии. Несмотря на все это. Не в 15-м, не в 18-м, не в 18-м году. Хотя Сержу Сарксиану я говорил. Это медицинская группа медиков. Да, но я Сержу Сарксиану еще тогда писал письмо. Я сказал, что надо, чтобы до силами одного полка, мы там были. Неважно, мы помогаем русским или что. Надо, чтобы наш полк каждые 6 месяцев проходил ротацию, 9 месяцев менялись. Приобретали опыт. Наши на это не пошли тогда. Тогда я уже говорил, что они будут воевать с нами. Это был 15-й, 16-й год. Когда я нашему военно-политическому руководству говорил, надо полк армянский иметь в Сирии, чтобы он проходил обкатку. Представляете, за 7 лет, какое количество у нас подготовленных людей, прошедших войну, где воюют турки, ИГИЛ, и сирийские боевики. Какой бы мы имели большой потенциал. Так вот, Россия разорвала все с нами отношения. Предала, она реально предала. Она и планировала этого, но она не поставляла оружие. Но много чего не делала. Значит, дальше она совместно с Азербайджаном поставила КПП при молчаленном согласии. Ее разведсообщества работали активно в Карабахе, вербовались. Вся политическое руководство, все, вот я говорю вам, это буквально, все политическое руководство Нагорного Карабаха являются агентами влияния российских спецслужб. Никакого НАТО с шмотой и так далее там нет. Все они являлись агентами. Так вот, и выполняли волю Москвы. И постоянно мотались в Москву, получали приказы, указания и так далее. И в мае месяце 23-го года передали список Ленцову, командующему РМК, Российскому мирозвращенному контингенту в Карабахе, в список всего вооружения, что есть на складах и на земле. Этот список был передан. Передал его командующий армии обороны, который сейчас валяется в Министерстве обороны. Так вот, Россия пошла на все вот эти жертвы, разорвав с нами отношения. И как я уже говорил, в 21-м году Генеральный штаб этого не позволил, хотя Генеральный штаб России переслал нам месседж по указанию президента России, чтобы мы разоружили. Но мы на это не пошли и отстояли. После того, когда эта команда уже не оказалась в Генштабе, с генералом Гаспаряном, они в 23-м году эту операцию провернули. Теперь, смотрите все. Россия, вы предали одних из самых верных вам союзников. У вас таких союзников никогда за всю вашу историю не было. Никто, ни чеченцы, ни ингуши, ни дагестанцы, ни украинцы, ни белорусы. Никто, были только армяне. И ни одну не было у вас таких воинов, чтобы не было армянских полководцев. Почему сегодня Россия в таком страшном упадочном состоянии? Что в военном плане? Что по линии государственного управления в целой системе? Потому что в современной России, в руководстве страны нет ни грузин, ни армян, ни украинцев, ни белорусов, военачальников именно из Беларуси. Ведь костяк военно-политического руководства, головастиков, военно-начальников, это были украинцы, армяне, белорусы, один поляк, Рокоссовский, и русские маршалы. Русских это не так много было. Я уже не говорю, о каком количестве генералов среди армян идет речь. А то, что армяне были в системе государственной власти, один Микоян, чего стоит, все ваши заводы, Микояны, колбасы, хот-доги, мороженое, и все остальное, все, что в России сегодня есть, это Микоян. А сколько изобретателей, конструкторов? Миги. В общем, кого вы предали? Да послушайте, я хочу, чтобы Россия поняла. Без армянской цивилизации, со слабой Арменией, вы, как российское государство, шансов на выживание не имеете. Все, кто когда-либо предавал Армению, исчезали. Либо находились в упадке. Это я говорю не потому, что я армянин, это история говорит. И как бы наше политическое руководство не пыталось меня убедить, что не существует никакой истории армянской, а существует история новой Армении, новая Армения Татибани, 18-й год. Да, новая Армения история существует. Но также существует история Сержа Саркисяна и Роберта Кочаряна, которые взяли гвоздь ржавый, молоток, и стали ржавыми гвоздями сколачивать Армению в гроб. Да, эта история тоже есть. Эта история вашего неграмотного управления тоже есть. История Первой Республики тоже есть. Не, не, я говорю про их историю. Хорошо. Поэтому я хочу сказать вот что. Теперь я заканчиваю эту тему, я просто ее раскручиваю, раскрываю, чтобы они понимали. Вот так все в нас слить. Тысячелетиями арцахцы жили на своей земле. Мы здесь живем тысячелетиями. Наша цивилизация исходила еще из... Вообще мы из Средиземноморья. Мы средиземноморцы. Наше житовство там было всегда. И все великое, все, что есть в этом мире, я не говорю, что армяне дали. Я говорю, все великие цивилизации, Аристотель, все, что было. Пифагор. Все, вся цивилизация, культура, классика, история, наука, военное искусство. Все пришло из Средиземноморья. Сирия это тоже. Леван тоже это Средиземноморье. Египет имел выход за Средиземноморье. Италия, Греция. Это все вот тот, часть цивилизации там, где мы там и были. России там никогда не было. И никого там из постсоветского пространства не было на Средиземноморье. Никого. Поэтому никто из них цивилизацию не дал. Этой планете. Из этой части. Европейской. И вот это все, чтобы вы понимали, к чему я говорю. Россия разорвала с нами по сути отношения, предав, депортировав и так далее. Теперь вы думаете, что, когда мне говорят, никакой войны не будет. То есть вы хотите сказать все. Политическое армянское поле. Вот мы это политическое поле, вот этих всех депутатов, депутаток, депутатыш, выкидышев всяких. Мы этих там политических деятелей. Годами слушать ничего не будет. Русские окнели, а русские помогут. Это будет тупо. И ничего не развивали, ничего не делали. То есть теперь, изгнав армян с Карабаха, привести армянское государство в такое сложное положение. Отдав, подарив Карабаху полностью Алиеву, даже не контролируя его с точки зрения войны, военного политического контроля нету, русские вывели все свои войска с Азербайджана, с территории. Даже Карабах не контролирует. Полностью все вышли. И вы хотите сказать, вот эту всю операцию Эрдоган и Путин затеяли, чтобы просто так Алиеву сделать подарок? Нет. Они планировали Сюник. Не получился Сюник. Да, не получился. После этого ему сказали, ладно, будешь плавно давить на них. Мы ослабили их политическую систему. Привезли их на какое-то время нас в состояние аморфности и дезорганизации. Давайте берите господствующие высоты по периметру. Началось это с Эвлиджио. Ала-Гёс там, да, и так далее. Джермук. Пошло, они взяли все господствующие высоты. Для чего? Для того, чтобы потом идти в наступление. Путин, вообще, ну будем говорить так, не Путин, ладно. Военно-политическое руководство России не просто так нас предало, понимая, что Армения и Армяне от них отвернутся. Не просто так сделала Алиеву подарок. Просто не получилось у Алиева открыть Сюник. Теперь они его заставят это делать. Никуда он не денется. Тогда получается что? Россия сделала все для Алиева, подарила ему Карабах, ослабила Армению. А чтобы Алиев сидел, кайфовал и говорил, это я все сделал, а вы тут никто? Нет, так не будет. Даже у Эртогана не выдержал нервы. Даже у Эртогана не выдержал нервы. Нет, они будут. Он сказал. Да, они сказали, 20-м не получилось, сейчас должно получиться. Россия без Сюника задыхается. Им Сюник необходим. Без Сюника их ситуация в Украине будет ухудшаться с каждым часом. Потому что Китай сейчас уже тоже с ними прекращает сотрудничество. 98% китайских банков возвращают деньги в Россию. Смотрите. Есть двухконторная валютная система. У иранов это Реал и Туман. Одна валюта для внутреннего рынка, и у нее другой курс. А другая валюта у них для внешнего рынка. Двухконторная валюта также находится и в Китае. У них есть юань внутри, и есть юань, конвертируемый внешний. Но что сделал Китай? Они теперь ввели третий контур для валюты. Так называемый черный юань. Теперь, когда россияне им оплачивают, они говорят, что мы не можем это принять. Это черный юань. Что значит черный юань, белый юань, такой юань? Есть юань для внутреннего, да? Двухконторный. И для внешнего. Для россиян они придумали черный юань. Те говорят, что это черный юань. Но мы его не можем принимать. У них проблема. Я знаю, что фирмы сейчас тратят колоссальные деньги, проценты, чтобы каким-то образом через Кыргызстан, в основном, все идет через Кыргызстан, в основном, Таджикистан. Все идет оттуда. Все черные дела. Реэкспорт, в основном, это сегодня Кыргызстан, Таджикистан. Так вот. Сегодня у них сложно. Без сюника они задыхаются. Я с вами-то говорил, что, помните, у нас даже еще, по-моему, заголовок был такой, что у России больше нет времени. Она будет открывать. Я же это говорил. Что просто так Путин Лавру говорит, открой сюник. Вот смотрите, какой интерес русским открывать сюник. Вот что, разблокировать. Вот как, что они просто дома кофе пьют, сон увидели, сказали, откройте сюник. Раз русские требуют открыть сюник, значит, это для них архиважно. Правильно? Вот я хочу сказать, чтобы Украина меня услышала. Когда эта война планировалась против нас, вы поймите, мы просто были как транзит перед вашей войной. Наша война получилась только потому, что планировалась ваша война. Если бы Россия не планировала бы войну против Украины, никогда бы войны здесь Россия не допустила. Потому что этот сюник им был бы не нужен. Когда бы приветствовали победу в 2020 году, якобы никакой победы на самом деле не было. Если бы Украина оказалась бы в том экономическом, политическом и военном плане, в такой ситуации, как мы, Украина продержалась бы, может быть, месяц-два. Ну, она чуть больше. Больше бы она не продержалась. Теперь они сами понимают, что такое, когда нет снарядов, нет боеприпасов хотя бы на один день. Украина противостоит 140-миллионной армии, 140-миллионному государству. А мы противостояли арабским террористам. Мы противостояли 84-миллионному турецкому государству, 140-миллионному российскому государству с огромной экономикой, 8-миллионному азербайджанскому государству, Пакистану, Израиль, который снабжал. И если бы против Украины были задействованы такие силы, Украина, может быть, и 44 дня бы не продержалась. Но когда вы там радовались в 2020 году, вы, не зная, что там с вашими аналитическими центрами произошло, вы должны были понять. Я тогда сказал, что это война перед вами. Не было бы войны в Украине, не было бы войны у нас. Это все было... и украинцы это не просчитали. Сейчас украинцы должны быть с нами. С нами. Они должны понимать, если мы откроем Сюник, им конец. Я вот им говорю, реально, ничего их не спасет. Эта война будет идти на истощение, и ничего не будет. Поэтому они должны требовать у Запада делать все, чтобы Сюник не открылся. Поскольку опять идет коалиция Турция, Азербайджан, Россия, тут не надо не стесняться, не бояться. Я Николу Пашиняну говорю, не бойся. Если ты будешь зубами, как государственный лидер, как премьер-министр Армении, ты будешь держать зубами Сюник, народ Армении будет с тобой. Если ты не будешь держать это, и будешь сделать все, создавать иллюзию, типа я пытался, не получилось, это мы быстро поймем. Этой власти не будет в Армении, это однозначно, ее не будет. Никого не будет, ни одного силового блока не будет во власти. Будут отвечать, сидеть, что хочешь делать. Они должны понимать, они должны бороться за Сюник, за Армению. И то, что Джейхун Барамов говорит, что и Лавров, что Никол Пашинян саботирует и ничего не делает, правильное дело, что саботирует, говорят по-армянски Ашкаляну, глаза тоже тест снимает. Значит, это, Сережа, не твоего ума дело, что говорить с Арменией и Пашиняну, что нам, армянам, делать. Подарков никто Алиеву делать не будет. Ему не за красивые глаза подарили Карабах, не за красивые глаза нам перекрыли границы, не за красивые глаза Россия предала, не поставляла оружие, и с 2020 года действует против нас. Субтитры создавал DimaTorzok